Друзья мои, фермеру сейчас находится на выставке продэкспо. Мы не сотрудничаем с этой выставкой, но тем не менее мы приехали сюда, чтобы поддержать наших фермеров. Здесь очень много крупных производителей, они были нам неинтересны. Нас интересует локальное производство из разных регионов страны и мы повстречали несколько интересных хозяйств и их сегодня мы вам покажем. Смотрите наши видео, подписывайтесь на канал и welcome смотреть наши видео. Друзья мои, мы продолжаем движение по выставке продэкспо и пришли на стенд Республики Молдова, вернее не собой Республики, а хозяйство, которое мы снимали в 2019 году. Ссылочка будет так, перед нами Георгий. Приветствую, Георгий, руководитель предприятия и владелец этого бизнеса. Представьте, пожалуйста, кто с вами приехал. Это моя жена, моя дорогая жена Кристина, врач-офтальмолог. Врач-офтальмолог, занимается сырами, Кристина. Она мне помогает и поддерживает во всех направлениях. Она рядом со мной, конечно. Георгий, скажите, пожалуйста, вот когда мы снимали, тогда была только брынза, и мы услышали не только от вас, а в принципе в Молдове том, что кроме брынзы мало что интересует молдаван. А тут я вижу у вас твердые сыры. И это неправда, что молдаване наши кушают только брынзу. Ну, брынза это что-то традиционное. Нас не надо учить делать брынзу, да? Нас не надо учить делать брынзу. Но люди наши, у нас же тоже есть люди нормальные, гурманы, которые ищут хорошие-хорошие сыры. Зачем их импортировать из Франции, к примеру, до Рокфории, или оттуда, или из Англии, или я не знаю. Если у нас есть такое качественное молоко, мы можем сами это сделать на место. Отлично. Ну, на сегодняшний день у нас, значит, вот есть качота из овечьего и козьего молока. Мы ее делаем где-то 9 разновидностей с прованскими травами, с перцем, в вине, в красном вине. Разные виды, да? Есть сыр типа Монтазио, к примеру, вот этот жольтенький, да? Этот классический итальянский сыр, который делается из коровьего молока, но мы его делаем из козьего молока. Тоже интересный вкус получается. Я думал, в Молдове-то коз не доит, только овец. Нет, у нас доится и козы, и овцы. Но, конечно, овечья у нас традиционные, конечно, это нас представляет вообще. Потому что регион такой, да, вот таким образом. У нас трава другая, трава у нас интересная и вкусная. Плюс к этому мы начали как бы делать уже сыры с плесенью, с голубой плесенью. Вы видите тут пару образцов с плесенью, которые зреют в виноградном листе, в нашем виноградном листе, маринованном, да? Да, я думаю, мы перейдем к винограду. Ну, вы же знаете, что у нас виноград это что-то традиционное, это нас представляет молдаванин вообще, да? Да, да, да. И вот виноградный лист маринованный, он тоже хороший, и он пригодный. Да, да, какие-нибудь кусочки положить, или у вас только одна вот эта высылочная? Да, это у нас вот, к примеру, можем, да, вот смотрите, как он выглядит. Это кусочек из целого кочана, да, отрезанный, он весь окутан вот в виноградном листе, и он отдает сыру специфичный такой аромат кислинки, кислинка вот эта виноградная, да? Очень вкусно получается, в совокупности, можно сказать, да? Это брынза у нас, овечья, у нас все продукты, они упаковываются именно в таких коробочках. А давайте достанем, посмотрим. Именно в таких коробочках, это просто пару образцов мы привезли, потому что дорога была длинная до Москвы, и с трудностями, скажем, вот кусочек на 250 грамм сыра, да, в вакуумной упаковке. Ну, это созревшие качеты, у нас 9 разных упаковок. Если вы видите, тут присутствует жир, если видите, желтенький, этот натуральный, потому что молоко очень жирное, да, и тут тепло, и он тает, если видно, да, но я думаю, что это хорошо, это неплохо, да, и в этой коробочке ставится, и люди уже покупают в такой фасовке маленькой. Очень удобно, очень красиво, ну, по нашему мнению, во всяком случае. Хорошая упаковочка, да, спору нет. В прошлый раз, когда мы, вернее, когда мы посещали ваше предприятие, Степан говорил, что планируются поставки в России. Да, планируем, да. Какие поставки, или вот вы сюда приехали как раз? Вот, мы планировали в прошлом году начать работать, мы заключили контракт с одним партнером, да, из Москвы, но из-за этой пандемии что-то остановилось у нас, да, все у нас вымерло на том этапе, да, скажем так. А в этом году нам разрешили, вот в феврале месяце мы получили, значит, разрешение на экспорт в Российскую Федерацию, и Росельхознадзор включили нас в списки как экспортеров, да. И у нас уже есть официальное право для того, чтобы экспортировать, и мы сейчас на выставке для того, потому что мы не хотим заниматься дистрибуцией, мы не хотим продавать сами, понимаете. Мы хотим производить, мы хотим производить много разновидностей сыров наших, да, из овечева, из козьего молока, чтобы дать людям что-то вкусное и качественное, вот таким образом. И полезное для здоровья. Отлично, спасибо вам большое, Георгий, удачи в бизнесе, и ждем вашу продукцию в России. Спасибо вам. Ну, а мы начинаем пробовать продукцию, которую привезли из Молдовы. Это что за сыр? Это разновидность качета из овечевого и козьего молока. Вот это качета из овечевого молока, а белое из козьего? Нет, это чисто овечья брылза из чистого овечьего молока. А, а здесь смесь? Тут смесь козьего и козьего молока. А тут это сыр, который называется монтазио, но он сделан тут, потому что монтазио классический, сделан из коровьевого молока. А тут опять идет чуть-чуть козьего. Микса. Микса. И получился очень хороший сыр по нашему. Отлично, друзья мои. Вам нравится? Да, но Молдова известна брынзой. Брынза это бренд Молдовы. Очень вкусно. Друзья мои, мы продолжаем движение по выставке Prodexpo. Пришли в очередное фермерское хозяйство. На самом деле здесь немного фермеров, но мы сейчас поговорим со смоленскими фермерами. Привет, как зовут? Илья, очень приятно. Отлично, а вас? Анастасия. О, Анастасия. И у нас Анастасия помогает нам в съемках. Рассказывайте, чем вы занимаетесь? Ну, у нас своя небольшая семейная ферма. Мы занимаемся этим уже больше 10 лет. Мы начинали, как всегда, пара коров для молока, для мяса, чтобы вот можно было покормить себя, своих близких и друзей, конечно. Но потом, прошло 10 лет, молока стало больше, мяса тоже стало больше, и мы решили предложить его всем желающим в Москве. И сколько у вас сейчас коров? Ну, голов уже более 600. Это со шлейфом или это племенное стадо? Нет, это племенное стадо. Ага. Получается, оно у нас на самом деле делится. А вам сколько лет? 26? Нет, мне 24. 24. То есть последние 10 лет вы с 14 лет на ферме? Ну, там-то я был еще совсем маленький, а сейчас же немножко подробно. Илья, рассказывайте, что сюда привезли? Значит, здесь у нас представлен весь ассортимент нашей молочной продукции. Также наши новинки. Недавно мы... А можем доставать сюда? Да, конечно. Смотрите. Здесь у нас есть молоко цельное. Жирность указана каждой партии, потому что она у нас плавающая от 3,2% до 4. И также молоко обезжиренное 1,5%. Сколько молока-то получаете? Доставайте эту самую, да, банку. Выработка у нас может быть большая, до двух тонн в день. Вот. Поэтому, в принципе, молоко мы готовы поделиться в любой момент. Также у нас представлены йогурты. Да, давайте пару баночек достанем, да, разными. На левой руке, получается, я держу йогурт вишневый. Он на основе пюре, поэтому в нем прям чувствуются кусочки, кусочки... Вишни-то где берете? Да. Где берете? А, ну, это секрет фирмы. Не всем готов поделиться. Ну, то есть, это вишня или это вкус вишни? Нет, 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 конечно, это вишня. Она замороженная. Соответственно, мы берем пюре. Знаете, из серии, как вы дома, замороженные шоковые заморозки получаете у нас. А здесь пюре. Поэтому вот здесь можно почувствовать, будут косточки. Вот эти вот маленькие, которые характерны как раз... Вишневые, да? В клубнике. Вот. Из интересных вкусов есть ананас и киди. Так, ладно. Если про вишню и землянику садовую я понимаю, ананасы-то где берете? Ну, ананасы, вы знаете, в 21 веке живем. Есть у нас возможность взять... Ну, опять же, это нормальные ананасы? Вот я... Вот я про все... Будете пробовать? Я сейчас ничего не отлечу на самом деле, но я попробую. У меня есть вот дегустатор здесь стоит, Анастасия. Мы на ней все испытываем. Если дегустатор все еще вздравит, то все хорошо выполняется. Вот. Так, дальше мы идем. Обращаю внимание на сыры. Доставайте, да. У нас итальянское оборудование по сырам. Недавно закончили его установку. Технолога отправляли, соответственно, на обучение. То есть тут моцарелла, наверное. Нет, это бурата. Бурата, да? А, бурата, да, вижу с ленточкой. Да, бурата тоже делаем сами, знаешь, у молока и сливки для строчтелла, которые будут в этой баночке. Тоже делаем самостоятельно. Все у нас короткого срока годности 5-7 суток. Но это говорит о том, что консервантов мы никаких не добавляем. И продукт натуральный, вкусный, вот такой, какой он должен быть. А куда поставляете продукцию? Смоленская область или Москва все съест? Ну, Москва, конечно, съест. Мы часто бываем на Смоленских выставках. И там у нас есть небольшой передвижной вагончик, которым можно попробовать и приобрести наши продукции. Также, конечно же, у нас есть наш фирменный магазин в Гагарине. Собственно, рядом с ними находится наш производитель. Ну и, конечно, несколько точек и магазинчиков в Москве, в которых можно попробовать нашу продукцию. Собственно, вот адреса они есть. Точки свои или... Свои. Свои, да? Свои, да. Ну, вы крутые. Благодаря данной выставке мы ищем единомышленников. Подержите, пожалуйста, чтобы я показал наш, чтобы зрители увидели. Да. Так. Ищем единомышленников. То есть точки в Москве свои? Конечно, да. То есть и только вашей продукции? Только наши продукции. Крутые фермеры, молодцы. И зачастую, зачастую сможете там увидеть нас. Видите, здесь и там. Нашу маму и туда нам показывают. Отлично. Что еще? Творог, я вижу, разные жирности. Конечно, да, есть девятка. Есть девятка. Я только пиво знаю девятка. И нулево. Шучу, господа зрители. Семерка тогда вам не предлагает. Это жирность у нас, да? Да, жирность. То есть также можем делать восемнадцать, но, честно говоря, не очень пользуется. Способ очень уж живный. Угу. Вот. И творожные массы. Творожные массы с сухофруктами. В данном случае я вам показываю с изюмом. Но также есть с курагой и черносливом. Угу. Отлично. То есть это у вас наименований около двадцати получается? Где-то так, да. Около двадцати. Мы стараемся работать на расширение. Понятно, что поскольку все своими силами, все происходит не так быстро, в скором времени готовы будем предложить сыр качет. Тоже такой итальянский сыр. В него добавляется можно добавить и перец, и, например, паприку. Ну, я думаю, что ваши зрители знакомы с такими сырами. Значит, фермерское хозяйство называется Топычканов. Это фамилия? Это фамилия, да. Друзья мои, очень здорово, когда наши производители отвечают своей фамилией за то, что они делают. Хочется верить, что продукция качественная. Конечно. А, да, и мы сейчас будем, да, мы сейчас будем пытать, испытывать на Анастасии. Ждите, ждите отзывы. Отлично. Итак, друзья мои, очередное фермерское хозяйство из Смоленщины начали с небольшого количества. Сейчас 600 голов дойных коров. Это очень здорово. Удачи вам, Илья. Спасибо. Во всех ваших делах, Анастасия, вам тоже удачи. И расширяйте продукцию, и пусть наши граждане имеют возможность поесть качественного фермерского молока и все остальное вашего масла и кефира и так далее. Конечно. Спасибо большое. До свидания, друзья. Друзья мои, мы на стенде Тульской области. Перед нами Владимир Седов. Володь, привет. Привет, привет, друзья. Это Тульская ягодная компания. Мы у них были уже два раза. Да, в 18-м и 20-м году. Как раз сейчас. Тут очень много народу, кстати говоря. Как раз сейчас будут выходить наши видео. Но мы поговорим с Володей. Что нового? Значит, в этом году мы наконец-то из нашей ягоды мы произвели соусы для сыра и для мяса. Здесь сегодня представлены смузи малиновый и дип, дип представлен ежевичный. То есть такие у нас фермеры. Давайте, да. А ты с утра смузи поел там? Да, я, честно говоря, я с творогом сегодня поел наш смузи малиновый. Очень вкусно. Угостил наших стендистов из Тульского региона. Ну, ребята сказали, что очень вкусно. Что еще добавить? Так, чаи. Чаи. Хороший был год. Нам удалось собрать все. Все шесть видов здесь представлены. Володя, отдохни. Давайте, малиновая рапсодия, ну, по ягодам, да, малиновая рапсодия, смородиновая соната, ежевичная кантата. Кстати, вот я хочу сказать, срабатывает стереотип, да, у людей, то есть как бы ежевичная кантата, то есть там, ну, почему, почему нет. Я скажу, что в этот чай, мы когда купажировали, мы добавили чабрец. Я прошу всех, пожалуйста, прочитайте, прочитайте о чабреце, вы поймете, что такое количество эфирных массив и полезных веществ, находятся в чабреце, что это, ну, детям очень. Я лично очень люблю чай из чабреца. Да, ягодный вальс, это лично делала супруга моя, ее купаж, да, черничный блюз, не менее вкусный чай. Здесь, кстати, черника алтайская, с Алтаем. То есть черника не ваша? И, нет, ну, это наши, ну, как партнеры, это же наши партнеры, да, мы же кооператив развиваем. Земляничная симфония, его любят все, это чай, срабатывает стереотип, если земляник, это самый лучший чай. Это точно. Володь, расскажи про кооператив, раз начали говорить, как продвигается. Когда мы у тебя в сентябре 2020 года снимали, цех еще не был запущен, но уже кое-какая продукция там лежала. Скажу, что много звонков, приезжают к нам люди, за последнее время, не знаю, что тогда мы рассказывали с Миленой, но в данный момент Смоляне с нами, с нами Ростов, который, Ростов-на-Дону, да. С нами Подмосковье, как ни странно, но вот из Подмосквы человек приехал и сказал, да, я тоже хочу. И, кстати, мы ему подготовим саженцы хорошие, которые реально гарантированно 98% приживаемости будет у него. То есть вы даете саженцы, но продаете? Нет, 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 мы просто те, кто очень настаивали и просили, скажем так, чтобы был хороший посадочный материал у них. Потому что для того, чтобы сделать хороший посадочный материал, нам нужно все-таки сделать микроклоны, потом в лаборатории, да, которые мы знаем, потом их дорастить самим по той технологии, которую мы знаем, и людям отдать уже адаптированные растения, которые приживутся и дадут хороший урожай. Вот так вот, ребят, все не просто здесь. Ну да. Так, ну и хит сезона. Хит сезона. В этом году, да, в этом году. Достань их сюда. В этом году, да, ну, как всегда, да, было императорское малиновое сухое вино. Как я уже говорил, 8 сортов ягод, подобранные по вкусу, по ароматике, и вы видите ее вот в этом напитке. Далее, версия пошла дальше, попросили женщины, именно, ну, к 8 марта, но потом уже стала тоже брендом полусладкая версия. Здесь больше сахара, 35 миллиграмм на дециметр кубический. Вот, есть, далее, продано, ну, увы, но продано до Нового года уже ежевичное сухое. Есть еще осталось немножко малинового ежевичного сухого. Продано также полусладкое ежевичное вино. Было произведено в этом году игристое малиновое, игристое ежевичное. Ну, и бомба, бомба, конечно, бомба. Это из этого сухого вина, из этого сухого вина через 2 года мы сделали малиновый фрамбуаз. Это малиновый бренди. Вот, ну, вот, вот столько напитков уже в нашей линейке. Отлично. Как продавать-то? Как твоя идея? Мы первый раз в 18-м году говорили о том, что надо принимать закон, чтобы ягодица включили в этот закон. Хороший вопрос. Очень хороший вопрос. И сразу же ответ. Нет, пока никак принят новый закон о том, что вино может называться только виноградное вино. Все остальное это, ну, допустим, вот, малиновый алкогольный напиток, да, давайте так говорить, да. Вот, ну, все, что из винограда вино, это как бы напиток. Но мы не останавливаемся, да, мы верим в то, что когда-нибудь, я думаю, что когда-нибудь, при определенных инвестициях нам удастся лицензировать этот продукт и уже, чтобы он был не фермерским, а появился на полках, так, в открытой продаже, да. Вот. Понятно. Володя, ну, удачи во всех делах. Я очень горжусь, что у нас есть такие производства, как ваше. Очень всегда приятно приезжать к вам в гости. Надолго не прощаюсь, на год не больше. Хорошо, всегда ждем вас. Приедем обязательно. Все, всем. Небольшой привет. Вам тоже всем здоровья, берегите себя. Классный канал, я говорю, что всегда уважаю этих ребят. Смотрите, смотрите Фермер.ру. Спасибо. Друзья мои, мы продолжаем ходить по выставке Фродекспо и снова пришли на Тульскую область, на Тульскую землю. Владимир Седов нам рекомендовал обратиться к этим ребятам. Привет, как зовут? Максим. Максим, чем занимаетесь? Занимаемся производством натуральных продуктов, исключительно из сырья, выращенного на территории нашей страны. Или Тульской области? Нет, всей страны. Значит, специализируемся на именно выпуске продуктов специального питания, правильного для диабетиков, для людей, которые следят за своим здоровьем, за весом. Поехали говорить о вкусном и здоровом питании. Да, это наша новая линейка каш, не требующих варки. Соответственно, достаточно залить кипятком, подождайте некоторое время и получается полноценная каша. Сколько здесь объем получится? А, смотря, сколько воды зольете, да? Ну, да. Сколько нужно? Для того, чтобы овсянку получить, необходимо 160 миллилитров горячей воды, для того, чтобы все это получилось. В гречке достаточно 100-120 миллилитров. Ну, то есть, это порядка 150-200 грамм выхода по лучшему. Подпродукт, да? Да, да. Супер. Значит, давайте перечислим. Каша овсяная. Овсяная с имбирем и вишней, овсяная с черникой, каша овсяная с клубникой и гречка. Три вида гречки с прованскими травами, с зеленью и с лесными грибами и жареным луком. Я знаю, из-за кого подорожал имбирь. И гривы. Они его весь на кашу пустили. Нет, тут имбирные цукаты используются. Это немножко другое. Так, продукт достаточно нишевый с моей точки зрения. Как вы с продажами? Где продаете? Данный продукт пока не представлен в торговых сетях, потому что это новый продукт. Он изготовился конкретно под эту выставку и сейчас мы начинаем планово заниматься уже продвижением и реализацией данного продукта. То есть продукт под выставку изготовлен? Продукт был выношен условно и сделан под выставку, чтобы здесь его презентовать и дальше уже начинать развивать его. Так же, как и вот эта новая линейка хлебцев. Так, а что вы тогда производите-то? Производили до этого? Наш основной ассортимент, который мы производим уже более 20 лет, это классические линейки хлебцев из лаковых культур. Вот они здесь, да? Нет, это новинки. А, это новинки. Да, и базовая вся наша линейка, это отруби есть классические вкусы, есть с добавками. Сухие завтраки и все. Отлично. А скажите, пожалуйста, по названию, почему на латинице, а не кириллице сейчас достаточно модно кириллицей называть? Вы имеете в виду торговая марка? Торговая марка, да. Ну, хороший вопрос. А где вас можно? Так было придумано, задумано. Потому что компания Эльмика, которая существует с 2001 года, была привязана к этому, ко всему. Понятно. Так, ну давайте тогда новиночки посмотрим. Да, давайте. Кто будет дегустировать? Мы все испытываем на Анастасии. Анастасия, значит, смотрите, вкусы зеленые, это шпинат, сельдерей, брокколи. Значит, здесь у нас мексиканская смесь, это кукурузные, есть с прованскими травами, есть свекла, чеснок и есть кунжут и имбирь. Выбирайте. Пожалуйста. Мой фаворит такой. Есть у вас вкусный? Спасибо вам большое. Вкусно? Ты его еще не прожевала, какой классный. Натуральные порошки, не ароматизаторы и не добавки. Я думаю, Анастасия, у нас было плохо слышно. Повтори мой микрофончик, пожалуйста. Да, я сейчас даю. Очень вкусный, вкусный, я бы не знаю. Какие проблемы? Хлебцы продаются в магазинах? Новые хлебцы нет еще. Только вот классика? Да, после выставки мы начинаем дать продать. Классика продается достаточно давно. Ну, это какие-то там Тульская, Москва или регионы. Куда поставляете? Ну, география поставок большая. От Калининграда до Владивостока фактически. Так же и за рубежи и ближние. Ага, вот так вот. Супер, ребята. Так, ну давай, Настя, пробуй еще что-нибудь. Рекомендую мексиканскую смесь попробовать. Остренькая? Нет, она с пикантным вкусом, но не острая. А какой у него калорийный чай нет грибер? Про калорийность я вам могу рассказать по шпинату. Давайте. Значит, мы можем на 100 граммов продукта, только безусловно. Значит, если мы говорим про белки, это 9 грамм. Если мы говорим про жиры, 1 грамм. И углеводы, 66 граммов. То есть, если мы говорим про килокалорий, то 310 килокалорий. Продукция наша постная. И сейчас, как бы в разгар великого поста, мы производство загружено очень сильно, потому что продукция пользуется спросом. Мы также производим продукцию для сети X5 Retail Group, STM. Понятно. Это что у вас? Это вот как раз новинка, то, что сейчас пробует девушка. Это с мексиканской смесью. Ну, а не к чему? Нет, это исключительно здоровое питание. Да, люди, кто не ест хлеб. Нет, 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 никакого пива, никакого... Да, можно, в принципе, любые добавки туда. Можно сделать бутерброды с рыбой, с икрой, с любыми, там, альмета и все, что хочешь. Супер. Спасибо вам большое и удачи. На самом деле здоровое питание, оно сейчас в тренде. Я надеюсь, бизнес будет процветать. Надеемся, наверное. Рост у наших граждан будет повышаться на такую продукцию. Удачи во всех делах. Спасибо большое вам. И захвата миру. Спасибо. Друзья мои, мы находимся на стенде наших друзей и хозяйства. Это мы ведем с самой закладки фундамента. Царство Золотого Педушка. Перед нами Наталья. Привет, Наташа. Здравствуйте. Что нового в хозяйстве? Мы с вами виделись в августе 2020 года. Что произошло нового? Ну, с августа 2020 года мы значительно выросли. У нас приросло поголовье. 600 голов. Это порядка 400 молодых овечек и баранчиков. Ну и где-то 180 козочек с козликами. Потом мы, значит, существенно расширили свое производство. Увеличили объемы производства. И пытаемся производить новые виды продуктов. Что значит пытаемся? Ну, пытаемся, потому что эти продукты еще надо вывести на рынок. Чтобы они нашли своего покупателя. Вот мы делаем вот такие сладкие вкусные десерты на базе овечьего молодого крем-сыра. Здесь мы добавляем немного сахара, немного ванили и различные ингредиенты. Шоколад, кокосовую стружку или варенье в качестве начинки. А также мы делаем на основе также овечьего крем-сыра. Мы их назвали творожные заедки. Этот продукт на русский манер. Творожные заедки. Это наподобие биперкнолия. Специалисты знают, что это такое. Здесь сюда в этот продукт мы добавляем немного соли, сухого чеснока и различные специи. Он остренький для пива, как закусочка, с гренками. Вот такой новый продукт. Но у нас все так же. Твердые сыры из козьего молока у нас коричневые, коричневые, а черные это овечье молоко. Но если раньше мы делали качоту, это маленькие головки, в переводе с итальянского, то сейчас мы делаем сыры в крупных формах от 3,5 до 6 килограммов. Они будут дольше зреть и набираться вкус. Наташа, я видел, вот мы сюда подошли, у тебя стояли люди, которые какие-то коммерческие предложения. Да, да, да. Причем по большим объемам, насколько я понял. На самом деле, насколько вот эта выставка, вот это мероприятие дало каких-то новых контактов по бизнесу и так далее? Давай по этому поговорим. Ну, контактов у нас очень много. Вот, это более... Гроссбук закладывать не будем. Да, более 50 различных контактов. Есть и предложения по оптовым продажам продукции, есть и по переработке довальческого сырья, есть предложения по оборудованию, по продвижению нашей продукции и в сети интернет, и по другим каналам коммуникации, и по этикеткам, и по... Ну, по сбыту, по сбыту-то есть? По сбыту очень много предложений. Открою секрет, люди говорили о каком-то 15 килограмм брикет там нам давайте сыра там, да? Да, 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 есть различные предложения, и региональный охват очень широкий, это и Камчатка, и Алтай, и Владивосток, и Наринск, да. То есть, в регионах есть люди готовые тратить большие деньги? Ищут хороший, качественный продукт. Есть только одна проблема, что мы делаем натуральный продукт без добавления консервантов, красителей, загустителей, и, соответственно, сроки реализации у нас натурального продукта. И как его привезти на ту же Камчатку, непонятно. Ну, есть тоже предложения по реализации, по перемещению, так скажем, наших продуктов через авиалинии туда. Есть такие тоже предложения, да. Ну, здорово, здорово. Да, здорово, это очень полезное мероприятие. Мы надеемся на хороший выхлоп. С выставки? Да, с этой выставки, что у нас появятся новые почитатели, новые партнеры. Да, вашу продукцию мы знаем прекрасно. Кстати говоря, Анастасия у нас сегодня приехала из Тулы и привезла ваш сыр, которому полгода. И что? Мы его съели, да, с удовольствием, с большим удовольствием мы его съели. Да, то есть это, ну, прекрасный продукт. Ну, натурально с ним же ничего не будет. Да, он в холодильнике лежал, да, Настя? Скажи, в холодильнике лежал, да, у тебя? Вот, с ноября месяца это самое лежал сыр, и мы его вчера с удовольствием с нашим видеооператором Валентином, который не с нами сегодня, а Анастасией у нас с нами, да, мы его с удовольствием поели, так что, да, продукция ваша отличная. Спасибо. Скажи, пожалуйста, я слышал, что подвижки есть по открытию магазина на ферме? Да, мы уже открыли свой магазин. Открыли, да? Да, мы открыли, продаем сейчас свою продукцию, насыщаем его дополнительными товарами и всех приглашаем к нам. Друзья мои, какой магазин, какие там продукты, что там продается на ферме «Царство золотого педушка», мы узнаем в следующем репортаже, мы туда приедем обязательно и поснимаем. Мы вас ждем, мы вас ждем в гости. Супер, спасибо. Спасибо. Друзья мои, мы весь день сегодня ходим по выставке и очень устали, ищем наших фермеров, ищем крафтовых производителей, и пришли в гости к Елене. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то мы сидя будем записывать интервью. Рассказывайте, что здесь за богатство и где мы находимся, на чьем стенде. Мы находимся на стенде журнала «Риал Брю». Он вообще о пиве-пиве варенье, но раз в год выходит один номер, полностью посвященный традиционному сидроделию, и на нашем стенде представлены образцы сидра, традиционного сидра, из разных уголков нашей Родины. Я могу сказать... То есть это не только Санкт-Петербург? Это Псков, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодар. На самом деле на сегодня традиционное сидроделие – это будущий тренд. И у нас на сегодня уже создана ассоциация традиционного сидроделия. Она проходит на сегодняшний день процедуру регистрации. Ассоциацию сделали для того, чтобы отстоять интересы традиционных сидроделов. Что такое традиционный сидр? Я посчитал четыре раза, сказали традиционный, и сейчас был прятый, что это такое. Важно! Традиционный сидр – это сидр, сделанный непосредственно из яблочек. Непосредственно из сока, который ты собрал яблочки, прессом отжал, и уже дальше каждый использует свою технологию. Сбродил, как правило, срок, цикл производства одного сидра – от одного года. Ну вот, например, наш сидр мы производим. Мы его изготовили в октябре 2019 года. Пожали яблочки, то есть яблочки моются прессом. Каждый миллилитр сока собирается очень бережно. Отправили в танк на брожение, и я его выпустила в июле 2020 года. То есть вот понимаете цикл, да? То есть у вас свое производство, лично у вас? Да, у нас своя пивоварня, мы известная крафтовая пивоварня Найтберг. Но также мы с 2014 года… Мы приедем в августе к вам. Приезжайте. Мы находимся в самом центре города, напротив Авроры. Она еще пока стоит на причале, там все спокойно. Друзья мои, да, у нас традиционная агроэкспедиция на северо-запад нашей страны, и мы обязательно приедем в Ленобласть. Приезжайте. Приедем в гости на пивоварне. В Санкт-Петербург. У нас будет выходной. В этот день у нас будет выходной. Приезжайте, да-да-да, у нас очень хорошие экскурсии, очень хорошие дегустации. Но пиво пивом, уже по пиву крафтовую революцию так называемая совершилось. И очень хочется, чтобы потребители обратили внимание на натуральные традиционные сидры. Некоторые сделаны из восстановленного китайского яблочного сока, понимаете? Без всякой химии, без добавок, без серы. Это вот каждый литр, он буквально седроделами, вот, ну, через... Это кусочек души. Кроме того, да, мы видим, что все-таки государство обращает внимание на сельхозпроизводитель. На сегодняшний день сидр – это сельхозпродукция и производство... То есть оно в реестре? Да, оно в реестре, но нам мешает то, что мы подакцизные плательщики. Исходя из этого, есть федеральный закон о поддержке малого и среднего предпринимательства, где лишаются всех субсидий подакцизные плательщики. И вот как раз одна из задач нашей ассоциации традиционного седроделия будет попытаться решить этот вопрос. Потому что очень много так называемых гаражников. Это кто такие гаражники? Когда пять яблонек на даче, да, у бабушки, вот они дали, яблочки валяются. Что их, свиньям давать или что? Или они гниют, получается. Конечно, их можно собрать, их можно отжать, их можно сделать. И люди денежки получат, да, которые это делают. И те, кто потребители, попробуют его и поймут, да, то, что на самом деле, вот, в феврале месяце была... Мы собирались, была конференция традиционных седроделов. Было порядка 26 седроделин съехалось в Москве. В Москве проходило? В Москве было. У нас было 52 образца сидра, и был дегустационный конкурс, который судили известные винные журналисты, сомелье, то есть на таком серьезном уровне. Значит, это кончеркнуть журналистами. Обязательно. И как раз хочу отметить, что винные сомелье, журналисты, профессионалы, они отметили очень высокий уровень уже сейчас наших седроделов, да. И что важно, да, потребитель что говорит? Он съездил в Испанию, он съездил в Нормандию, да, попробовал там сидр, там сидр. И он приходит, пытается нас тоже вот сравнить, да, но невозможно сравнить, потому что яблочки в каждом регионе, они разные. И поэтому, вот я смотрела ваше видео с Юрой, и он правильно сказал... Традиционный седродел. Да, да, мы тоже в нашем чатике, мы все общаемся, и он правильно сказал вещь, что в России должен быть свой сидр, со своей душой и со своим характером. Более того, учитывая то, что наша страна имеет, как бы, большую площадь и много регионов, в каждом регионе яблочки имеют свой характер. И когда мы вот это делаем, перерабатываем без химии, без серы, без всего, мне кажется, это очень красивая история, это очень крутая история. Более того, вот мы продаем сидр, и мы видим интерес со стороны потребителя. Открывается сидрерия, да, проводят сидрерия, это бар, где продается исключительно сидры. И их уже очень много есть, но не очень много, хотелось бы больше. Есть уже такие, там, старички, там, да, там, ну, у нас вот в Петербурге сидр и нэнси, например. Там, в Москве есть тоже сидродельни. И хочется как раз вот, чтобы вот в этом направлении, и оттуда идет спрос тоже. Это хорошо, и это внушает, ну, оптимизм, да, то, что мы движемся в хорошем направлении. Хочется, чтобы и в России было не только, вот на сегодняшний день в России пиво уже на мировом уровне. Вот малых пивоваров, крафтовых пивоваров, потому что и мы, как пивоварня, участвуем, мы в международных фестивалях, и к нам приезжает. И оно уже не только наше пиво и коллег признано. И уже говорят о том, что, да, российское пивоваренье, оно на серьезном мировом уровне. Хочется, чтобы и по сидру была такая же история. И для этого все есть. Самое главное, что вот когда мы в феврале собирались, мы познакомились. Вот все так-то мы в чате, да, это виртуальное знакомство. А мы познакомились все вот в реале. Это люди, вот энтузиасты. Но это дорогое хобби или это все-таки бизнес? Нет, это не бизнес. Это не то, это дело. Большая часть из нас живет этим делом для души. И, возможно, где-то, когда-то в будущем это превратится в бизнес. Как бизнес на сегодняшний день. То есть, винисло такое некое, да? Вот пример хочу привести, да, допустим. Вот обычная наша бутылочка пива. Цикл изготовления... Это пиво? Это пиво. Темное. Темное. Цикл изготовления месяц, да? И вот наш сидр. Цикл изготовления год. Это о чем говорит? Емкость, в которой мы держим этот сидр, да, она за год обернулась один раз. А емкость, в которой мы держим пиво, она за год обернется 12 раз. Понимаете, да? Да, 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 да. Поэтому, конечно, на сегодняшний день традиционное сидроделие, очень много, так называемых, гаражных сидроделов, да, очень много, вот, допустим, как раз журнал Real Brew печатал наши коллеги из Краснодара, Алексей. У них в Краснодаре, как, ну, не поместье, как экоферма, наверное, да, где они делают сидр, проводят, там, можно в серединке, мы потом доснимем, когда листаете. У них своя экоферма, да, они проводят экскурсии у себя на ферме и дегустацию, и очень много рассказывают. Вот я подписана у них в Инстаграме. Про сидр. Про сидр, как он делается. И у них всегда много гостей, которые слушают, которым это интересно, да, вот это замечательный пример. Так же, как и у нас, когда мы тоже у себя проводим экскурсии на пивоварне, мы обязательно говорим, обязательно даем дегустировать традиционный сидр. И когда вот обычные люди приходят, вот, которые в воскресный день, там, погуляли по музеям и хотят, там, пару часов спокойно посидеть, подегустировать, и когда им вот даешь традиционный сидр, это открытие для людей. И когда начинаешь рассказывать, как они это делаются, люди уходят, вот, говорят спасибо, вот, правда. В лучшем музею. Да, 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 говорят спасибо, вы так с душой делаете, вы так с душой все относитесь к своему делу. И это вот все сидра делают. К сожалению, стол не позволяет выставить всех, но, поверьте, все очень вкусные, и ребята делают такие ноу-хау, эти жирополеты, там, методики по брожению-дображиванию. Уже идут эксперименты по засаживанию садов для сидра. Почему? Потому что... Вот, давайте к садам, да. Да, на самом деле, считается, что правильный сидр должен иметь определенное соотношение горьких яблок, я очень утрирована, чтобы было понятно, да, там, горьких яблок, сладких яблок и кислых яблок. Горькие яблоки дают танины, так называемое тело. И, к сожалению, вот именно этих яблок у нас нет. И... А дичка? Дичку. Ну, возьми, как мы в детстве ели. Ну, я чуть, наверное, постарше, но вот так, вот это... Да, ребята у нас многие ездят, собирают, осталось много заброшенных колхозных садов, Псковская область, я знаю. То есть, так как Юра поступает, так поступают многие? Большая часть. Большая часть, да. Да, но проблема, знаете, в чем? Важно же, чтобы сидр был одинаковым с течением времени, потому что вот с чем мы столкнулись, да, мы засаживаем, вот я покупаю яблочки, да, там, у фермеров также я закупаю, которые выращивают. И каждый год он разный. Елен, про сады. Я знаю, что вы начали разбивать свои сады с горькими яблоками. Да, как раз у нас на сегодняшний день затрактовано полторы тысячи саженцев, это на российском подвое привит английский сорт, и не только мы, я хочу отметить, у нас есть коллеги, это Максим Брех, у него уже есть в Тверской области сады, это сейчас заповедник Псковская область разбивает, у Яблочного Спаса уже давно есть свои сады, поэтому это... Ну, стоит отметить, опять же, да, что яблочки для сидра южные, они не очень подходят, потому что в них очень много сладостей и сока, да, поэтому всё-таки для более-менее традиционного сидра больше подходят северные или центрального региона яблочки. Сейчас мы попробуем с вами традиционный сидр Олега Андреева, он сухой, выращен из петербургских яблочек, я была у Олега на производстве, всё очень чисто, очень продумано, очень круто. Производство это сколько? Это небольшое... Как раз гаражное производство? Да, да, порядка 100 метров, но он сам разработал... А яблонь-то сколько? Яблонь он собирает, да. Он сам разработал свой жиропалет, понимаете, то есть... Жиропалет это что? Где снимается с осадка сидр, как вино, да, когда вот потом проходит дегаргаш, да, получается вот такая же самая технология у Олега, когда он после брожения пива разливает в бутылочку, там осадок остаётся дрожжевой, его нужно убрать. Да, и либо используются пюпитры, но это немножечко долго, и пока это всё ходишь, переворачиваешь, либо используется автоматический жиропалет, где складывается, и он под определённым углом сам поворачивается в нужное время и в нужный час. Посмотрите, какая красота! Ах! Ой, как пузырёчки играют, посмотрите! Пузырёчки играют, да. Вот так, вот, друзья мои. Яблочко. 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 Да. Лена, спасибо вам. Во-первых, я хочу сказать и вам, и всем людям, кто будет смотреть, берите пример с Леной. Она в инстаграм мне написала, заходите к нам, будьте активными в продвижении своей продукции, потому что это очень важно, это архиважно. Мы же в Петербурге, в Ленинграде, это архиважно. А будьте активными в продвижении себя, своей продукции. Лен, спасибо, что не постеснялась, было очень интересно пообщаться. Жду вас с гостю в августе. Да, 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 да. И мы будем пробовать. Я сегодня вместо Анастасии, у нас, мы на Анастасии всё обычно пробуем, испытываем. Но, очень хорошо, освежающий, классный, лёгкий яблочко. Яблочко какое, мочёное, прям такое. Да, да, мочёное, точно, мочёное, вот, послевкусие мочёного яблочка. Очень вкусно, мочёное яблочко. Натуральное, не серое, не аскорбинки, естественная углекислота, натуральные яблочки. Никого сахара, естественно. Друзья мои, на этой весёлой сидровой нотке мы заканчиваем нашу экскурсию по... Это второй бокал сидра, поэтому конец рабочего дня можно позволить себе, да. На этой весёлой сидровой нотке мы заканчиваем... Обзором этой выставки не назвать, конечно, это обзор крафтовых производств. Все молодцы, кто здесь участвует, ну и принимайте участие в выставках и занимайтесь благородным делом. Производите без разницы, что сыр, молоко, сидр, колбасы... За локальные наши производства. Ура! Где возьмём сидр? Это надо сидр? Мы немножко можем добавить саблечу лук сюда. О, ла, ла, фантазия! Сабою было. Это... Отечественные русские производители сидра из Санкт-Петербурга. И maintenant, je vais finir la sauce. Бульон с луком. La sauce. Теперь... Serfuse. Мишель закончит соус сельфuse, про который он нам рассказывал. Это саморский соус. Как вы оцениваете этот сидр, только честно? Саню, сидр, наше китико. Как вы... Это сухой сидр. И он очень хорошо сделает. Очень вкусно. Браво, правильная. Так что, производитель вот этого сидра, вы совершенно случайно попали на дегустацию от шепа. Продолжение следует...